Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы с вами в проекте 50 книг, которые формируют мировоззрение бизнесмена. И я вам сегодня хочу представить одну из уникальных книг этой серии. Это опять с моей точки зрения. Она называется «Вариант Омега» и Николаем Леоновым написано Юрием Костровым. И, в общем-то, снят не менее замечательный фильм. В общем-то, всю жизнь все спорили, что лучше 17 мгновений весны Юлиана Семенова и все-таки вариант Омега Николая Леона. С моей точки зрения вариант Омега лучше. Опять это мое субъективное мнение. Мне вариант Омега нравится больше, а 17 мгновений весны мне нравится меньше. Хотя, в общем-то, дело на любителя. Почему мне не нравится 17 мгновений весны? А я вообще очень не люблю фильмы и книги, где главный герой Супермен, и что бы с ним ни случилось, он выходит из себя передряг живым и невредимым. Поэтому я достаточно скептически в свое время относился к Фондорину Акунина. И, в общем-то, прекрасно понимаю, что делает автор, когда пишет подобного рода книги. То есть, России, той России сегодняшней и той России, которая до 17-го года нравится, честный человек, небольшого ума, который в силу везения, боголюбия, фарта, выходит из всех передряг. То есть, такой герой им всем нравится. Герой варианта Омега крайне противоположно Штирлицу и Фондорину. Это интеллектуал. Когда мы говорим о том, что такие, как Скорин, никому не нравятся, это исторический факт. То есть, как бы у нас не любят таких, как Скорин. То есть, наш человек, вот этот среднестатистический обыватель, он любит вот таких, как Фондорин. Таких, как Штирлиц. И совсем не любит таких, как Скорин, которого сыграл в фильм «Медаль». А, в общем-то, книга, она достаточно подробно повествует о неком сюжете, о неком подвиге человека, который считает этот подвиг, ну, совершенно нормальным. Обычной работой. То есть, когда вы начинаете работать с сюжетом фильма, вы видите главного героя. В общем-то, вы его можете прототипологизировать, как некого, даже не оппонента, я бы не сказал, что это оппонент, некого субъекта, который есть в жизни каждого, как бы, человека. Бронсон Швоссер, человек из аристократической семьи, который, в общем-то, считает себя диким специалистом, диким профессионалом. Вспомните сцену, когда он говорил, что крест мне приколол Гитлер, правда, руки у него отрясутся. То есть, как бы, вот, такая интересная, в общем, сцена, да, такие награды, они, что, не сильно радуют. Как Скорин обыграл целую плеяду фашистов, да, то есть, целых конгломерат людей во главе с Бароном Фон Швоссером. Придом, обыграл их реально, то есть, невыдуманно. То есть, когда вы смотрите этот фильм и читаете эту книгу, в общем-то, у вас складывается впечатление, что иначе и быть не могу. То есть, если Штирлиц – это многовариантность и везение, да, то Скорин – это холодный расчет. Очень, когда вы приняли ваше внимание на личность самого Скорина. То есть, это очень-очень странный парень. Вспомните разговор его друга и начальника направления разведки. Он говорит, я знаю его 15 лет, иногда мне кажется, что я его совсем не знаю. Его жизнь подчинена какой-то особенной логике и понятной только ему одному. Так вот, мне кажется, что это идеальное описание делового человека. То есть, вам нужно стремиться стать именно вот таким человеком. И Скорин как прототип – это идеально. Понятное дело, что я читал вариант «Омега» в курсантских ребятам бесчисленное количество раз. И фильм смотрел раз 200 или 300. Но очень он хороший. И вот здесь же я бы еще один фильм порекомендовал. Книги, я не знаю, и вряд ли она существует. Но вот фильм про «Лежавший на полке» что-то около 20 лет, а потом показанный в Советском Союзе в 60-х или уже в 70-х годах. Не помню, какие годы. Может, в 80-х. Который называется «Акция». То есть, фильм, который, с моей точки зрения, он очень-очень похож прототипологически на вариант «Омега». Он не такой красочный, потому что более короткий. Что все-таки вариант «Омега» – это 5 серий, по-моему. А тут одна. Все приходилось сжимать в одну серию. Но смысл тот же. Поэтому вот эти два фильма я вам рекомендую посмотреть, а книгу рекомендую прочитать. Я думаю, что, в общем-то, если вы внимательно начнете читать или внимательно начнете смотреть, знаете, когда вы фильм смотрите, потом книгу читаете, и наоборот, у вас постепенно интерес угасает, и вы начинаете останавливаться на фактах. Потому что интерес не дает видеть факты. Там есть такие сцены уникальные, которые, в общем-то, я бы вам по несколько раз предложил бы пересмотреть. Например, первая беседа начальника направления разведки с ним. Помните, как... «Разговор-то этот сам по себе интересен?» Говорит, «Трусоват я, не гожусь я в героя-разведчика». Ну, меня вызвали в комитет комсомола и подробно объяснили этого повода всего этого. И ты помни, этот начальник направления разведки такой удивленный. Говорит, что, боялись? Он сказал, что вы что, не боитесь? То есть, сразу видно, что человек привык быть честным с самим собой. Ну, прежде всего, как бы, да? Можно же было начать только и сказать, «Броня крепкая, танки наши быстрые, наши люди мужества полны», можно было бы всякую фигню наговорить лозунгов, «Да я умру за Родину!» Вы видите? Да, да, да. То есть, как бы, очень такой откровенный. Ну, и тот, да. Откровенный парень. Просто, когда идешь за линию фронта, один, нужно максимально полно себе отдавать отчет, что происходит. Максимально трезво смотреть. Помните, это издевательство вскоре в ресторане, в кофре? Вот, что вы действительно считаете, что, я не знаю, как немцы порасплачиваются или прикуриваются? Вот, вопрос, он вообще жуткий просто. Почему я вам предложил эту книгу? Почему я остановился для бизнесменов для этого книга? Она очень ярко показывает, как вы себя ведете. Вы барон фон Шлоссов. А вам нужно быть вскоре. Понимаете? И вот, подумать вам нужно, как вам из барона фон Шлоссера превратиться вскоре. Если хотите, конечно, нормально шить и существовать. Не хочу. Для вас прислали. Очень здорово. Скорее. Морой. Для вас захотеть.